Что ж, всем добрый день, и это Алексей Митрофанов с видеоотзывом о турнире по вебинару. Во-первых, что я имел до самого турнира. Это огромное желание начать свой собственный инфобизнес. Это более года потраченных на прослушивание различных спикеров и посещение конференций. Можно сказать, что это потерянное время. Не рекомендую вам заморачиваться конференциями, марафонами, слушать более тысячи спикеров. Слушайте тех, кто вам понравится. Только для того, чтобы получать от них ценные знания. А все остальное время потратьте на свой собственный тренинг. До турнира у меня была база в 73 человека. Это ни о чем, конечно же. И заработки 0 рублей. Также до турнира у меня было два выступления на конференциях. И, соответственно, ничего не заработано. Во время турнира я занимался запуском конференции. Поскольку мне казалось на тот момент, что тренинг будет очень сложно запустить. И я даже не знал, что я буду на нем рассказывать. Соответственно, после запуска конференции посчитал финансовые результаты. И это было 35 тысяч рублей. Это моих чистых партнерских. Это очень неплохой результат. Тем более с первой же конференции по эзотерике. Спикеры были очень благодарны тому, как я их представлял как ведущий. То есть сбылась, как говорится, мечта идиота. Получилось и быть хорошим спикером, и выступающим, и главное ведущим. То, что казалось фантастикой до самого турнира. Плюс партнерские взаимоотношения со многими экспертами, спикерами. И даже теми, кто еще не участвовал в моих конференциях. Они поняли мой потенциал и стараются партнериться. Но как вы думаете, сможете ли вы быть известными, если не будете проходить вот такие вот простые шаги организации конференции или делания своего тренинга? Продолжил я даже не в ноябре, а в декабре. То есть через месяц. Но на тот момент было запущено 4 конференции. Первая из них по гармонии принесла всего лишь 12 тысяч рублей. Вторая 28 тысяч рублей, уже больше. Ну и последняя конференция по психологии, двухнедельная, где участвовало более 40 человек спикеров. Это уже такая полномасштабная конференция. Принесла мне 50 тысяч рублей. В сумме вы можете посчитать, я заработал чуть больше 100 тысяч рублей. Это вожделенная сумма, которую все мечтают заработать. Но почему-то мечты так и остаются мечтами. То есть я рекомендую просто начать прямо сейчас и достичь результатов. Про базу я уже сказал, она у меня была 73 человека. После первой же конференции она была уже 2000 человек. После проведения всех конференций, моя база увеличилась до 14500 человек. Ну и последняя конференция, которую я проводил в качестве соорганизатора, она была благотворительной. То есть все деньги заработанные, а это 12 тысяч рублей, я перечислил в детские дома. Это тоже нужно. То есть как бы вам деньги, они нужны, но этим детям они намного важнее. И так, что я имею на данный момент? Это запуск конференций. Наконец-то в январе месяце, то есть я не только взял паузу, я запустил групповой тренинг, на котором я пока всего лишь заработал 10 тысяч рублей. Но этот финансовый показатель будет увеличиваться, поскольку уже есть готовые материалы более чем на 15 часов. А еще в прошлом году, буквально год назад, я был уверен, что мне нечего рассказать больше, чем на час по теме путешествия. На данный момент уже 15 с половиной часов конкретного полезного материала. Вот. И к маю-июню месяцу я в принципе рассчитываю выйти на показатель 500 тысяч рублей общего заработка. Что ж, я вам всем желаю удачи, чтобы у вас получился такой же нормальный, хороший, качественный старт, как у Алексея Митрофанова, чтобы вы были удачными. И, наконец, позвольте счастью взять вас за хвост. То есть, чтобы у вас в жизни была удача и успех. Спасибо вам за внимание.